Отлично, отлично, спасибо. Зовут меня Левицкий Олег, я инженер компании IP-MATICA по продукции EASTAR. В сегодняшнем вебинаре я хочу поговорить про автоматизацию отправки и приема SMS-сообщений с помощью шлюзов NeoGate серии TG и программы обеспечения EASTAR MySMS. В сегодняшнем веб-касте мы рассмотрим поддерживаемое оборудование, с которым может работать программа обеспечения MySMS. Также мы рассмотрим архитектуру решения, рассмотрим характеристики продуктов, рассмотрим порядок установки и использования продукта EASTAR MySMS. Компания EASTAR на сегодняшний день предлагает нам линейку шлюзов серии TG для обеспечения выхода корпоративной IP-телефонии на GSM-каналы для осуществления звонков через GSM-операторов. Данные шлюзы имеют возможность приема отправки SMS через веб-интерфейс, также возможность приема отправки SMS через определенный ящик электронной почты. С целью повышения производительности работы с SMS-сообщением EASTAR выпустил программу обеспечения MySMS, которая позволяет автоматизировать прием и отправку SMS-сообщений. MySMS имеет следующую архитектуру. Программа обеспечения устанавливается на отдельный сервер, либо на виртуальную машину. С пользовательской стороны пользователи могут логиниться к программе по веб-интерфейсу через веб-браузер, либо Internet Explorer, либо Chrome, либо Firefox. Со стороны шлюзов мы можем подключать устройство серии TG по протоколу Asterisk API, NeoGate API. Это доработанный Asterisk API протокол, который имеет функции приема и отправки SMS. Где это может применяться? Данный программный продукт может применяться в ресторанном бизнесе, в логистике, в торговле, в финансовом секторе, в новостных порталах, в клубах и мероприятиях, в образовательных учреждениях, в отделах управления персоналом. Допустим, нам необходимо выполнить рассылку SMS персоналу предприятия о получении зарплаты. Мы можем это сделать с помощью программы MySMS. Далее мы это подробнее посмотрим. Характеристики продукта следующие. Продукт имеет простой и дружественный пользовательский интерфейс, установка продукта очень простая. Доступ к программе мы можем осуществить абсолютно с любого компьютера или планшета, подключенного через интернет, либо в корпоративной компьютерной сети. MySMS осуществляет предотвращение перегрузки системы шлюзов при массовой отправке SMS-сообщений. Также MySMS позволяет отслеживать статус доставки сообщений и выполнять повторную отправку SMS-сообщений при неудаче. Возможности отправки SMS следующие. Мы через MySMS можем выполнить непосредственную отправку SMS-сообщения, набранного вручную, в определенному контакту. Также мы можем выполнить отправку SMS на основе предварительно созданного текста, фиксированного, либо на основе данных, импортированных из табличного файла Microsoft Excel. Также мы можем выполнить планирование отправки SMS по расписанию. Можем выполнить отправку SMS в группе абонентов. Также мы в списке отправленных SMS видим статус о доставке SMS. Если отправка неудачна, то можем выполнить повторную отправку. По приему SMS возможности следующие. Во-первых, это оповещение входящего SMS плывающим окном, индикация статуса принятых SMS. Также сохранение принятых SMS в журнал. По возможности управления и контролем SMS. Здесь следует указать, что для администрирования существует отдельная учетная запись админ. Мы можем создать учетные записи пользователей для входа в систему и работы непосредственно с продуктом. Для учетных записей пользователей мы можем произвести разделение прав доступа к определенным шлюзам, шлюзам, подключенным к MySMS. Также мы можем создавать контакты в программе и объединять контакты в группу. MySMS позволяет посмотреть статус SIM-карт, статус GSM-каналов, которые зарегистрированы в сетях GSM. Также MySMS журналирует все действия по управлению приложением и по работе SMS-сервиса. Системные требования к серверу для установки MySMS. Это может быть либо отдельный сервер, либо рабочая станция под управлением Windows. Под другие системы пока инсталлятор не разработан. Но на сегодняшний день имеем только возможность установки продукта на Windows XP, на Windows 7, на Windows 8. Системные требования к оборудованию следующие. Во-первых, это доступное дисковое пространство 400 МБ. Системные требования к процессору соответствуют системным требованиям либо к Windows XP, либо к Windows 7, Windows 8. В общем, они немножко разные, но в основном это процессор либо от 32-х, x86, либо с 64-битной архитектуры с оперативной памятью в 1 ГБ, с частотой 1 ГГц. Для клиентской стороны могут использоваться веб-браузер Firefox, либо Chrome, либо Internet Explorer последней версии. Программное обеспечение MySMS работает только со шлюзами NeoGate в серии TG. С другими продуктами и MyPBX MySMS не работает. Давайте рассмотрим установку и настройку продукта. Естественно, перед началом использования продукта мы должны выполнить загрузку дистрибутива, потом выполнить установку приложения, настроить API на шлюзах, подключить шлюзы к серверу MySMS, создать пользователей, настроить доступ пользователей к шлюзам и далее работать. Дальше мы подробнее все это рассмотрим. Загрузить дистрибутив можно с сайта ipmatika.ru. Нужно перейти в раздел «Программное обеспечение» «MySMS веб-центр смс» и внизу будет ссылка для загрузки архива с программы. Мы этот архив должны распаковать. В папке с распакованного архива появится инсталлятор «Cetube.rus.exe». Русскоязычная версия ПО находится на нашем сайте. Англоязычная версия ПО находится на сайте eostar. Если кому-то понадобится англоязычная версия, можно скачать ее оттуда. При запуске инсталлятора установщик попросит выбрать язык. Выбираем русский. Запускаем мастер установки. Далее мы должны выбрать каталог установки, каталог запуска программы. Установщик нам предложит создать значок в панели быстрого запуска. Далее мы должны подтвердить установку программы. Если программа была уже установлена, то установщик нас предупредит о том, что Apache Tomcat экземпляр уже создан и экземпляр базы данных также создан. Их необходимо предварительно закрыть для продолжения установки. По завершению установки у нас появится в меню «Пуск» соответствующий раздел «My SMS». Ну и, соответственно, значок для запуска самого приложения. Установку мы рассмотрели. Давайте перейдем к настройке шлюза. Для того, чтобы шлюзы могли связываться с ПО «My SMS», нам необходимо произвести настройку API. Эта настройка производится через веб-интерфейс самого шлюза. Мы должны перейти в раздел «SMS», перейти в раздел «Настройки API», включить API, настроить пользователя и пароль. Также мы должны разрешить либо определенную сеть, либо отдельный хост для доступа к самому шлюзу. Мы здесь, в частности, разрешили доступ с нашей сети. То есть с этой сети наш сервер с «My SMS» может коннектиться к шлюзу. Далее мы должны войти в саму программу «My SMS». Вход уже указывал. Браузер, который установлен в системе. Сейчас мы с вами продолжим. Вот на чем мы с вами остановились. Настройку шлюза мы выполнили. Потом окно входов администраторов «My SMS» под админа мы также рассмотрели. Под главным администратором системы мы должны в первую очередь создать новый пароль для администратора, поскольку этот администратор обладает наибольшими правами и может управлять шлюзами, управлять другими пользователями. У него самые большие привилегии в программе. Вот здесь мы задаем новый пароль. Далее мы добавляем настроенные шлюзы уже с настроенными API к программе «My SMS». Вот здесь мы должны нажать кнопку «Добавить шлюз», заполнить поля, имя шлюза, IP-адрес, порт, порт по умолчанию 5038, это порт Asterisk API. Вот также ввести правильный логин и пароль API, которые мы установили в шлюзе. Логин и пароль также должны быть защищены с той целью, чтобы другие какие-то средства не подключались к шлюзам. Далее мы должны выполнить создание пользователей программы «My SMS». Эти пользователи уже смогут входить и работать с программой, с сервисами автоматизации приема и отправки SMS. Пользователи добавляются также кнопкой и заполнением всего лишь двух полей, имя пользователя и пароля. Пользователи мы создали, теперь мы можем назначить разрешение для определенного пользователя на определенные шлюзы. Эти разрешения назначаются с помощью кнопки. Галочкой мы выбираем те шлюзы, к которым мы разрешаем доступ данному пользователю. Далее пользователь может войти в «My SMS» уже под своим логином и паролем. Здесь в окне входа мы должны выбрать шлюз, к которому мы подключаемся, ввести свой логин пользователя и пароль пользователя в систему. Также мы можем выбрать язык. В интерфейсе программы мы можем посмотреть статус SIM-карт, шлюза, к которому мы подключились. Вот здесь мы видим статус каналов. И мы можем выбрать канал, тот, который доступен и включен в данный момент. Далее мы можем перейти в раздел «Контакты». Здесь мы должны создать контакты. Контакт создается также через панель. Здесь мы должны заполнить поля. Это имя, фамилия. Обязательное поле – это телефон. Контакты могут объединяться в группы для групповой рассылки. То есть при рассылке SMS мы можем выбрать группу. Далее мы посмотрим, как автоматически можно отправить SMS пользователям из группы абонентов. Далее мы можем перейти к непосредственной отправке SMS. Из таблицы «Контактов» мы можем отправить SMS непосредственно к контакту с помощью кнопки «Отправить SMS». Появляется такое вот окошко, в котором мы можем выбрать канал, только доступный канал из списка каналов GSM. Здесь мы можем подгрузить текстовый предустановленный шаблон. Текст из шаблона, соответственно, подгрузится в поле. Мы этот текст можем отредактировать, нажать кнопку «Отправить» и SMS отправится данному контакту. Далее мы можем выполнить, точнее для отправки SMS на базе предустановленного текста, мы должны выполнить настройку шаблона этого текста. Настройка шаблонов выполняется в разделе меню «Fix SMS». Здесь мы можем создать шаблон, написать текст в этот шаблон, и, соответственно, при отправке SMS на основе этого шаблона этот текст будет подгружаться в наше тело SMS сообщения. Давайте рассмотрим отправку SMS контакта из группы на основе предустановленного текста. Для отправки SMS мы должны перейти во вкладку «Отправить SMS». Здесь нам будут доступны два варианта. Либо отправить SMS из предварительно настроенного шаблона, либо отправить SMS из текстового файла с помощью импорта. Для отправки SMS на основе шаблона мы можем выбрать либо отдельных абонентов из группы, либо выбрать группу, и все абоненты из данной группы поместятся в поле «Получатели». Вот здесь также мы должны выбрать канал, через который мы будем отправлять SMS. Код страны обязательно нужно выбрать, в данном случае, «Россия плюс 7». Также мы должны выбрать шаблон фиксированного текста, предустановленного текста. Текст из шаблона подгрузится в окно, в котором мы можем этот текст отредактировать. Далее мы можем отправить SMS непосредственно кнопкой, либо назначить задание по отправке SMS. Для запланированной отправки SMS программа нам предоставляет возможность выполнить планирование этой отправки. Здесь, с помощью данной кнопки, мы можем назначить дату, время, в которое произвести отправку выбранным абонентам. Отправку SMS на основе фиксированного текста, предварительно установленного текста мы рассмотрели. Давайте рассмотрим отправку SMS на основе импорта из файла Excel. Программа MySMS позволяет производить рассылку SMS на основе предварительного созданного файла. Вот он исходный табличный файл, который мы должны соответствующим образом создать, то есть поместить в некоторый столбец мобильные телефоны, в первый столбец мобильные телефоны. Далее в столбцы мы должны поместить информацию, которую мы будем отправлять. Соответственно, мы должны создать шаблон. В шаблоне мы должны поместить параметр, по которому будет получаться поле из импортируемого файла. В данном случае этот параметр 2x, и сконфигурировав шаблон соответствующим образом, мы можем осуществить отправку. Отправка осуществляется выбором файла импорта, указанием строки из столбца и колонки начала импортированного текста. С помощью параметра мы выставляем поля, которые последовательно подтягиваются из импортированного файла. То есть в данном случае первый параметр будет подтягиваться из поля C, второй параметр из поля D и так далее. Из первого поля всегда подтягивается номер телефона, на который производится отправка. В данном случае мы пишем добрый день, пишем из поля C, подтягиваем имя и далее остальные параметры. При нажатии кнопки отправить производится автоматическая отправка. Для проверки того, что мы отправляем, мы можем нажать кнопку предварительный просмотр, и появится окно, в котором мы можем увидеть, что же мы отправляем данным пользователям. Все сообщения, которые мы отправляем, сохраняются в журнал. В журнале мы можем увидеть статус отправленных сообщений, либо успех отправки, либо неуспех. При неуспешной отправке мы можем повторно выполнить отправку сообщений. Отправку сообщений мы с вами рассмотрели. Давайте рассмотрим прием SMS. Моя SMS позволяет принимать SMS-сообщения и сохранять их в журнал при возникновении, при получении нового SMS-сообщения. Программа оповещает нас всплывающим окном. В журнале сообщений мы можем посмотреть статус принятого сообщения, было оно прочитано или еще не было прочитано. Если сообщение было прочитано, то мы видим такой вот конвертик открытый. Если не было, то видим закрытый конвертик. И открыв само сообщение, мы можем ответить на это SMS-сообщение. В частности, мы здесь внизу дописываем текст в поле «Ответ». Нажимаем кнопку «Ответить» и отправляем сообщение в ответ. Прием сообщений мы с вами рассмотрели. Моя SMS ведет журнализирование всех выполненных операций с данной программой. Эти операции хранятся во вкладке «Журналы». В журнале мы видим, какие действия производили те или иные пользователи с программы. Таким образом, мы с вами рассмотрели порядок работы с данной программой. Для дополнительного ознакомления вы можете просмотреть дополнительные материалы на нашем сайте и на сайте EASTAR. Список ссылок представлен на данном слайде. Текущий свой доклад я окончил. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте в чат. Я постараюсь на них ответить. Коллеги, есть вопросы по данному продукту? Нет. Мы хотели интегрировать данную программу с CRM. Данная программа средств интеграции со сторонними продуктами пока не имеет. Но я думаю, что в последующих версиях должен быть разработан механизм либо SOAP, либо еще какой-то другой механизм интеграции с другими продуктами. Теоретически возможно интегрировать данную программу с CRM на базе данных. С помощью базы данных. Например, написать какой-либо скрипт, который будет получать информацию по сообщениям из MySMS и отправлять их в базу данных CRM, либо направлять команды в CRM по SOAP. Вот, либо CRM будет через данный скрипт вводить данные в базу данных MySMS и, соответственно, MySMS будет обрабатывать эти задания, которые CRM создала. Но стандартных механизмов интеграции пока нет. Задавайте, пожалуйста, еще вопросы. Продолжение следует... Значит, Алексей Рай спрашивает, планируется ли интеграция с модулем GSM на ATS E-Star? Пока интеграция с ATS не планируется, но мы будем формировать запросы для доработки программного обеспечения, чтобы эта интеграция была. Вы совершенно правы, что если есть MyPBX, то в покупке дополнительного шлюза как бы нет необходимости, поскольку модули GSM могут быть установлены и на ATS, и теоретически программа должна была бы работать с ATS. Но, к сожалению, в ATS и в шлюзе различные API, различные команды для отправки SMS. Поэтому пока MySMS с ATS не работает. Работает только со шлюзами. Мы боремся, чтобы все-таки была добавлена ATS в поддержку в данное программное обеспечение. Но пока нет. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пишите нам, пожалуйста, на почту support.sobaka.epimatic.ru Мы постараемся вам на них ответить. Вот если какие-то есть пожелания по, скажем, функционалу MySMS, также мы готовы выслушать ваше предложение и, соответственно, направить рекомендации разработчику к доработке, к расширению функционала MySMS. Спасибо за внимание. До свидания.